Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я для вас возьму карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас это шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли показывает помощь от высших сил, поддержка от высших сил. А знаете почему? Потому что вы сами щедры по отношению к другим людям. Вы сами даете помощь, когда нуждается в человека. И вот знаете, как говорится, не та помощь, когда вам вы хотите, а помощь тогда, когда вам на самом деле нужно, когда вы сами не справляете. Так и высшие силы будут вас поддерживать даже уже в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Шестерка Мечей. А почему высшие силы вас поддерживают? Потому что вы сделали какой-то правильный выбор. Вы уходите от каких-то ситуаций, от каких-то проблем. Может кто-то решился уйти от каких-то отношений, отпускает своего прошлого. Но здесь то, что вы уходите от каких-то берегов и приплываете к новым берегам, это однозначно, да, у вас идёт начало чего-то, да, какого-то нового периода. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Четвёрка Жезлов. А знаете почему? Потому что вы начали принять себя такими, какими есть. Вы начали доверять сами себе, вы начали, знаете, как-то работать над собой, гармонизировать себя и принять, да, каких-то ситуаций такими, какими есть, и просто отпускать и уйти. Хочу сказать те, которые в отношении, да, мужчины и женщины, которые находятся в отношении, им происходит каких-то перемен, да, какие-то выяснения отношений, каких-то непонятных отношений. Не старайтесь уходить. Старайтесь, может быть, брать какой-то разговор, договориться, да, что-то понятен, но спешить и уходить от отношений этого не стоит сделать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Король Жезлов. А это будет, знаете, больше нуждаться в помощи этого мужчины, женщины, которые у вас есть мужчина. И может быть какие-то проблемы по работе, по финансам. Вам, знаете, как бы требуется, да, поддерживать вашего мужчину. Не стараться, да, если не зарабатывать, да, уйти из отношений, а постараться больше поддерживать, понять человека. Женщины. Хочу сказать, что, может быть, да, всё-таки будет знакомство, одинокие женщины, с таким мужчиной, благородным, который может вас поддерживать, может вам помочь, да, уйти от каких-то прошлых отношений, которые вы не могли отпускать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это шестёрка копка. Двойка копка. Прислушиваться вашей интуиции, послушать то, что ваша душа и ваше сердце говорит. Здесь, знаете, как идёт для вас, идёт как отношения, как знакомство, если будет, да, новое. Здесь идёт, да, что встретится человек, женщина, человек благородный, который вас будет поддерживать. Но это как кармический человек для вас. Как-то, может быть, отработать что-то, может, да, отпускать чего-то из вашей жизни. Мужчины. Хочу сказать, что тоже постарайтесь, да, поработать над собой. Здесь нужно включать вашу интуицию, да. Здесь нужно, если у вас, может быть, касаться рабочие моменты и каких-то проблем, да, происходит, какие-то по финансам, да, какие-то недоговорённости или какие-то есть ситуации, то здесь всё-таки нужно, знаете, постараться доверять кому-то, да, кому-то человеку, который вас хочет помочь, может быть, какой-то совет. Но это как-то из прошлого, может, близкого человека. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, наконец, месяца, карта смерти, карта перерождения. По смерти – это уничтожение старого и начинание нового периода, да, нового этапа. Здесь просто нужно отпускать своего прошлого, и то, что как было в прошлом, уже не стоит, да, вам нужно всё-таки начать новый период. По смерти – это как завершение старого периода и начинание нового периода в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта – семёрка жезла. Преодоление ваших трудностей, ваших преграды. Может быть, это некоторые семь лет, для некоторых это может быть семь месяцев, но здесь как-то уходит каких-то ваших ситуаций, каких-то ваших проблем. Вы их преодолеваете. Может быть, для некоторых это воспоминания о своего прошлого. Может быть, было тяжело отпускать, но у вас это получилось по карте смерти, да, пройти эту трансформацию. Давайте возьмём карта совета, что вам высшие силы советуют. Королева жезла. Быть благородно, мужчина и женщина. На протяжении всего месяца, если даже вы будете нуждаться в помощи, всё-таки обращайтесь, да, кому-то, да, кому вы доверяете, кому у вас есть доверие за помощь. Здесь так, как мужчина, да, так и женщина может быть нуждаться в помощь. Или вы будете сами, да, помогать кому-то, и этого нужно, да, сделать. Вам это поможет преодолевать вообще, в принципе, пройти какую-то трансформацию, или может быть даже осознание чему-то. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.